Сегодня я хочу поговорить о фильме «Цой». Это российский фильм 2020 года, поставленный Алексеем Учителем. И это, конечно, картина, которая определенным образом нашумела и тогда, и в момент, когда она еще снималась, когда уже над ней шла работа, когда о ней стало известно, и которая, конечно, вызывает, наверное, один и единственный вопрос и сегодня – зачем нам нужна эта картина? То есть для чего она появилась? Что в ней? То есть тут, конечно, наверняка и у Алексея Учителя есть какое-то свое оправдание, и он про него говорил наверняка в каких-то интервью. Но в любом случае вот этот вопрос, он встает и перед каждым зрителем. То есть вот этот очень, как бы, ну, можно сказать, странный, говоря прямо, взгляд на, ну, действительно, одну из таких трагедий для нашей культуры 20 века, на трагическую гибель Виктора Цоя. Вот, и здесь автор фильма придумывает такую, ну, историю, которая, с одной стороны, он называет этот фильм Цой, то есть это, ну, прямое, прямее некуда, вот, как бы, указание на то, вот, значит, кто погиб, то есть фильм начинается с того, что Цой гибнет, а с другой стороны, все остальные персонажи, они, получается, выступают в картине под, ну, как бы, псевдонимом. То есть это не, как бы, а киношники тем самым, как бы, подчеркивают, что это, да, похоже, но, как бы, не они. Что там жена, как бы, Цоя, что подруга, что его продюсер, они, их имена несколько изменены, и вроде бы, вот, это те люди, а вроде и не те. То есть, с одной стороны, это как бы так, типа, дело, ну, чтобы, ну, снять претензии, типа, ну, это не, это же не документальное кино, это вымысел. А с другой стороны, зачем нам такой вымысел? Зачем нам вот этот рассказ, который получается, про который мы не понимаем? Так это, вот, так это было или это не было? То есть, понятно, что вот сам учитель не был этому свидетелем. То есть, это рассказ о том, как вот погиб Цой, и гроб с его телом везут из Прибалтики в Ленинград тогда еще. И так просто получилось, что водитель автобуса, который везет вот этот гроб, он, это водитель вот того самого автобуса, который, в аварии с которым Цой погиб. То есть, тут не вопрос о том, что этот водитель виновен в той аварии или не виновен. Вопрос в том, что, ну, вот, действительно, тому водителю не повезло, получается, убить великого поэта, великого музыканта. То есть, даже не преднамеренно, да. То есть, тут там вопрос особо даже, там это как бы не то, чтобы рассматриваться, кто виноват. То есть, да, там, ну, все-таки, вот, там, все равно приходит, вроде бы, к тому, что вины водителя автобуса нету в этой аварии. Просто, вот, получается, вот, учитель вот ставит вот такое, а вот, и вот, вот, а что, если вот он ведет, везет, собственно, гроб с телом музыканта в Ленинград. То есть, и вот мы не можем в полной мере понять, это выдумано или это по-настоящему. Вот этот водитель, это, то есть, действительно, вот так произошло или нет? Вот, и вот эта игра, то есть, даже игрой не назвать, она как бы раздражает вообще всю картину. То есть, какое право вот этот Алексей Учитель, он имеет на то, чтобы вот таким образом вмешиваться и в историю. То есть, понятно, что в данном случае ему притяжением, сюжетное притяжение было то, что вот есть некая ситуация. Ну, действительно, она, скажем так, вдохновлена вот этой трагической, действительно случившейся трагической историей. Что вот будет, если, значит, вот человек, попавший в эту аварию, вот водитель автобуса, и он же будет поставлен в ту ситуацию, когда он должен вот вести гроб с телом вот этого человека в окружении его родственников. Ну, родных и близких. И вот как он будет, значит, что уж, как это будет выглядеть. Да, то есть, это как бы вот, если бы это была такая отстраненная история, в которой бы все имена были, просто вот такая как бы вот. Мы взяли, как бы, скажем так, вот такой действительно трагический сюжет, но мы его перерабатываем, и мы смотрим на него, и вот как бы совсем вроде действительно тут ни цо и ничего, а вот нечто вот совершенно отстраненное. Ну, это, наверное, можно было бы рассмотреть. Это действительно как бы вот такой сюжет, который, ну, во всяком случае, позволителен и возможен попробовать вот заглянуть в душу этого человека. При том, что, конечно, важный момент, что играет этого водителя Евгений Цыганов, который, конечно, замечательный актер, у меня нет к нему никаких претензий, но, как мы знаем, он может играть разные роли в театре, но в кино он играет роль одну единственную. То есть, все его герои, вот, похожи на другого, он такой наш Хамфри Богорд, человек без эмоций, который вот, он эмоционально проживает, конечно, каждый свой сюжет, но где-то глубоко внутри, не выплескивая это наружу, и, то есть, вот это позволительно, так вот есть действительно актеры, которые достигают совершенства именно вот в этом таком своем образе, в этом амплуа. Цыганов тут, безусловно, всегда на высоте, но, как бы, понятно, что это мы уже сразу, видя Цыганова, мы понимаем, что здесь, ну, не будет речи о каком-то психологическом кино, но здесь нет, это не тот актер, который вот эту историю, он мог бы вот как-то нам открыть, что переживает вот этот человек, водитель автобуса, который вот оказался в такой ситуации. Может, то есть, понятно, что выбор режиссера Цыганова на эту роль, он и ставил, что, а и не надо, а и не надо нам, то есть, показывать, получается. То есть, это вот получается очень странный, даже с точки зрения психологического кино, странный такой выбор, и уж тем более, конечно, все это тем более, тем более странно, когда вот не скрывается, ну, вот имя Цоя, а наоборот, оно ставится впереди, ставится в заголовок картины. Это сразу, ну, то есть, да, с одной стороны, это, конечно, это монок такой, это привлекает внимание, а с другой стороны, ты думаешь, ну, вот, ну, в общем, а имеют ли эти люди право? Учитель, конечно, говорит, что имеют право. Учитель – это ведь тот режиссер, который просваивался сперва как документалист, и которому мы обязаны, вот, как минимум, фильму рок, вот, он снял, и в свое время запечатлел того же Цоя и других музыкантов, то есть, вот, он их запечатлел вот в тот момент, в момент их славы, то есть, это уникальные, как бы, то есть, даже не слава, а вот зарождение вот их каких-то первых таких шагов, когда они все еще, можно сказать, как Цоя работал в котельной, вот, и, конечно, это уникальные такие документальные кадры, потом он снял картину «Последний герой», и, собственно, вот, некие такие моменты из этого, из этих его фильмов, они присутствуют и в этой его картине, и это, как бы, вот, для него это морально, моральное оправдание, что, да, я имею право, я Цоя лично знал, я, как бы, вот, там был, что называется, тоже условно говоря, ну, он говорит, по-моему, во всяком случае, и по-своему тоже эту историю пережил, это и моя история тоже. То есть, вроде бы, это его, как бы, с его позиции это его оправдывает. Но, вообще, конечно, вопросов много тут. Вот, насколько, вот, действительно, и первый вопрос, насколько это вообще позволительно. Таким образом, вот, как бы, ну, по сути, спекулировать. Да, конечно, это спекуляция. Спекуляция на имени, вот, для каких-то своих целей. И, причем, конечно, это спекуляция на порой, ну, настолько даже притянутся зал, что там и история, значит, есть, значит, линия девушки-фотографа, молодая актриса Надежда Калиганова, которая, вот, чуть позже, ну, получила какую-то тоже долю известности, сыграла в фильме «Одна», по-своему тоже выразительном, вот, про стюардессу, которая выжила после крушения самолета. Ну, то есть, я это упоминаю к тому, что, ну, пока это имя, может быть, не очень так на слуху, но, тем не менее, работа с Алексеем Учителем, это тоже, все-таки, определенная школа. Учитель-то, режиссер, конечно, крупный, этого не отнять. Вот, и вот она играет фотографа, которая фотографировала, сделала, судя по всему, последние снимки Цоя. Вот она тоже едет в этом автобусе. И как-то, вот, в общем, у нее получается прям какое-то заигрывание с этим водителем цыганул. А это зачем? Ну, то есть, вот это что? Это просто художественная мелодрама здесь начинается, или мы по-прежнему как-то изображаем здесь какой-то документальный сюжет? Вот что это? Вот это, и не только ведь этот момент, а как бы постоянное, вот здесь прям вот, прям нарочитое, ну, я не скажу, прям очернение, да, я не знал, конечно, Юрия Айзеншписа, про него разное говорят, продюсеры, вот, группы кино. Вот, и, конечно, он, может быть, был, как бы, по-своему неприятный тип. Ну, не знаю, опять же, тут можно по-разному трактовать его фигуры, его действительно влияние на то, на саму группу кино, к чему вот его появление в их судьбах, к чему все это привело. Но здесь же вот его играет Игорь Верник, и здесь же откровенно делается такой, как бы, ну, образ такого, ну, годливый, неприятный, намеренно. Здесь нету, здесь вот все заботы этого продюсера только о том, что, ну, ладно, Цой погибнула, а где кассета? У него была кассета с записью последнего альбома, ну, демо-версии. Ну, то, собственно, что потом станет этим черным альбомом. И получается такая детективная линия, действительно, была же кассета, мы же ее видели, а где кассета? У кого кассета? Кто кассету взял? Где? То есть, и получается вот эта история, вдруг неожиданно, еще какой-то такой детектив, этот продюсер начинает что-то копать, выяснять, а кто водитель, и он там что-то там, и какие-то у него там, получается, тоже на него молодчики работают. Я не знаю, опять же, но вот возникает вопрос, а насколько это документально? А Зейншпиц действительно был таким гадом? Или это уже учитель, это взгляд учителя на него? А так как вообще к фильму претензии по достоверности возникают с самого начала, вот все эти вопросы, ты не веришь уже ничему? И ты не веришь в данном случае и не можешь понять? То есть, это мы вот действительно имеем такое дело с каким-то портретом реальным? Или это вот как бы взгляд режиссера, вот они в свое время что-то там Цоя не поделили, и тем самым учитель теперь этому Азейншпицу как бы уже заочно мстит, и тот же уже не может ответить, давно умер. Вот, и как-то, и Верник прям в такой, прям, такой неприятной роли, такой весь себя. Но, то есть, мы для Верника, как для артиста, наверное, тоже какой-то вызов, мы его привыкли видеть в других ролях, таких лучезарных, где он все время улыбается, а здесь его улыбка такая натянутая, и, конечно, фальшивая, и неприятная, но потому что такой персонаж. Ну, вот, и возникает вопрос. Опять же, вот еще один вопрос, да. Вот, ну, или, конечно, тут достается, может достаться от меня, там, и Марьяни Спивак, и Паулини Андреевы, и вот они, получается, играют, как бы, женщин Цоя. Ну, тоже, в общем, и вот, как бы, посматривают там друг на друга, как они там это... Вот, ну, и, конечно, вот основное ощущение не то, чтобы... То есть, учителя, понятно, фильмы снимать умеют. Фильм снят вот его постоянным оператором Юрием Клименко, нашим классиком, безусловно, великий оператор, снявший множество фильмов. Но, опять же, вопрос, для чего и есть ли в этом фильме какие-то вот такие оправдывающие весь этот сюжет, какие-то художественные открытия. Здесь есть, вот, допустим, конечно, у меня сложное отношение, допустим, к фильму «Космос», как предчувствие этого же учителя, где с тем же Цыгановым, но хотя бы я понимаю, как он, пересматривая, я понимаю, как он все-таки виртуозно сделан в каких-то моментах, и действительно, какая там замечательная операторская работа, то есть, там есть какие-то художественные такие задачи, которые автор поставил перед собой, перед группой, и они вот их как-то достигают. таким как бы на заметном уровне. А какие художественные задачи поставлены здесь? Вот вопрос. И нет у меня ответа. И я прекрасно понимаю вот то негодование, которое вызвало эта картина еще на стадии своего появления. Вот и у знакомых отца, и у родных его. Как они, ну там понятно, что отдельная история, как они пытались этот фильм запретить, чтобы бесполезно, конечно, делать. Наоборот, они тем самым только как бы привлекли дополнительное внимание к фильму. Но в любом случае какая-то... Вот у учителя был предыдущий фильм, конечно, максимально скандальный, Матильда, когда уж все возмутились, как он имеет право вот про царя нашего, батюшку Николая II фильм снимать. А ее, ну-то и там был скандал-то, конечно, вообще всероссийский. А здесь что, учитель хотел еще один скандал, что типа, ну да, Цой же это тоже фигура, но, конечно, да, не царь, не Николай II, но и скорее всего, конечно, да, многие поклонники группы кино, они про фильм просто и не узнали, и не заметили его, нужен он им. Ну, а что же это было для режиссера? Это вот снова попытка как-то сыграть на скандале, что вот я теперь такой скандалист. Вот не вижу я вот этих художественных, ответов, я не вижу в фильме художественных ответов на вот все эти возникающие вопросы, не вижу им вот этого художественного оправдания. Поэтому как бы и возникает вопрос, а зачем этот фильм нужен? Вот когда к фигуре Цоя обращается Кирилл Серебренников в фильме «Лето», который вышел раньше, в 2018 году, там понятно, там есть обоснование художественное, там есть художественное решение неординарное, там есть вот во всяком случае за что зацепиться, как все это оправдывать, там есть, там это художественно цельная лента, картина. А фильм Цой никакой цельности не имеет. И, соответственно, и возникает вопрос, а что это было, и зачем, и почему, и для чего, и какую вот роль он играет в фильмографии самого учителя, что это для него. Действительно, да, режиссер достойный никаких, нет вот насчет него возражения, ну, можно отдельно обсуждать его плюсы-минусы, как режиссера, но вот все-таки как бы хочется воспринимать, что для художника такого уровня, все-таки учителя художник большой, во всяком случае, амбиции у него есть, амбиция большого художника, вот что для него этот фильм Цой? Ну, эти вопросы можно повторять и множить. Проблема одна, нет на них ответа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова